вот это размер обалдеть пошла все таки сморщиковый шапочка массово оба опа вот это мы снова заехали после рыбалки по известным местам там он дальше еще и шапочки сейчас мы дали доберемся сначала хочу показать вот этого монстра строчка гигантского который на самом деле прям гигантский оба вот это да чистый какой на торфяной земле без песка да сегодня снова собираем пакет потому что снова после рыбалки но не зайти в этот осинник было бы просто кощунством потому что шапочка пошла здесь она не сохнет здесь она молоденькая класс а вот сарка стыпа тут полный набор отлично чем сморщик найти но в этих местах я его не встречал лава и вы мутанты вверх он там какие крупные строчки тоже а дальше он еще такие здоровы ого вот это да пакетчик то маленький но есть 2 если что вот прям в кустах строчок стоит обалденный да вот здесь посырше грибочки идут не сохнут и шапочкой строчок все есть попадаются шапочки отлично по канавкам здесь полазить я собирай собирай вдвоем то быстрее соберем тут их вообще он visible invisible как говорится вон а здесь уже подсыхают на припеке и уже он с ножками с длинными сколько их тут вот это уже массовый рост вот они шапочки он такие большие но уже да уже сухие вот эти еще вроде бы ничего который поменьше оп 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 полянка так вон еще шапочка стоит даже две оп 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 еще одна вот они стоят но эти уже суховатая так вот какая маленькая стоит а вот еще одна вот это поляна вот эти сухие даже не знаю нет наверно не буду даже трогать куда их свеженьких наберешь вам дорогая вот это монстр тут вы в некие вот от строчки на пять минут пол пакета и шапочка из мальчики и рыбы сегодня поймали вообще хорошо немного но поймали но по грибам вообще прямо удачно тут посырше может быть тоже шапочка где-то растет но все равно уже подсыхает делать чуть бугорок ближе к припеку и все она уже сохнет днем жара и суш а ночью морозы так вот тут какой осенний классный надо в него попасть главное тут не наступить на гвоздь он сразу строчок вижу не знаю собирать и дальше и хватит наверное хватит шапочка чуть не вижу здесь но на самом деле грибов не особо много прошлогодние места где собирали полянами все сухие грибов нет вот где-то чуть ближе к канавкам в кустах понемножку попадаются так вон они шапка маленький прямо только-только полезно вот они такие тоже небольшие но хотя бы так вот шапочка он как я загнула а здесь тоже смотреть такая же интересная с подворотом вот еще вижу шапочку вот еще одну вижу вот они все под листьями здесь надо вот так наверно очень смотреть чтобы рушать тогда можно их найти ножку тоже возьмем ножка молоденькая а вот еще смотреть вот как надо их искать когда их мало их надо просто оттапывать вот они мимо прошли я их даже и не видел а стал осматриваться вот они шапки стоят так где-то еще видел вот она где-то еще вот и не маленький вполне себе нормального размера и снова строчки монстра опа но тут уже песочек и они уже погрязнее на торфе было были гораздо чище отлично ну шапки на самом деле немного так что буду брать и строчки но вот он лесок в котором прошлом году собирали корзинами было сыра были дожди росли грибы шапочки сейчас пока он только строчка вижу я тот пока только строчков вижу причем гигантских прямом смысле он какие монстры вот это мне кажется вообще оба на вы посмотрите вот это монстра так это какой-то высушить тут их целая поляна шапочек нет хотя в прошлом году все было наоборот было очень мало строчков и огромные поляны по 100 по 200 штук шапочек но я оставлю ссылку на прошлогодний ролик с этого леска посмотрите если интересно но сейчас ну так грустновато очень сухо ну все на сегодня наш спонтанный случайный заход в лес мы закончили шапочки маловато все-таки сухая погода дает и себе знать гриб влаголюбивый и в такую сушь особо не растет но немножко нашли ну и строчки нормально на большую большую жарёху есть особенно учитывая то что мы и не планировали сегодня особо грибы собирать надо ехать с морщиками проверять сморщики следующий раз наверное за ними поедем ну и вот столько получилось строчков пол тазика нарезаны отмокают от грязи песка и прочего и маленького такая мисочка получилось с морщковой шапочки шапочка молоденькая плотная но некоторые правду живут постарше немножко потоньше но в основном темная плотная молодая сейчас маленько помогнет потом буду отваривать и жарить со сметаной но вот строчки отмокли немножко их еще сполоснул от лишнего мусора и грязи и поставил отвариваться и здесь шапочки который прямо сегодня сразу приготовлю со сметаной и кстати последнее время я стал добавлять еще кусочек плавленого сыра в самом самом конце получается просто великолепно сметана плавленый сыр и зеленый укроп к шапочкам к строчкам идеально к сморщикам конечно не надо вкус сморщика перебивать не стоит ничем ну и вот как они уменьшились в объеме была целая кастрюля практически без воды грибов а теперь но практически пол кастрюли воды без грибов тут грубо говоря на одну большую жареху или на две маленьких вот начинает кстати всплывать травка ту который не нашел на шапочек вообще прям получилось немного то есть сейчас покажу буквально вот ну на одного покушать но так и быть добавлю сюда строчков для объема и сделаю все вместе будет и сорте шапочки строчки и 40 цифр ну вот пошла пена пену надо снимать в том плане что в ней очень много всплывает разного мелкого мусора грибы сама потом будем промывать и эту воду выливать в принципе можно было первыми снимать но так как я промывали в дуршлаге и мелкий мусор может остаться прилипнуть самый лучший способ его снять это вот так собрать вместе с пеной очень много мелкого мусора мы сразу убираем из грибов но и отваривать нужно минут пять максимум десять после закипания больше не имеет никакого смысла но и тем более не имеет никакого смысла отваривать эти грибы в двух водах два раза это вообще я не знаю откуда пошло кем это придумано и зачем это делать но строчки можно вообще принципе не отваривать а жарить сразу но они подгарчивают ну и конечно все весенние грибы нужно жарить обязательно на сливочном масле обязательно потому что у них свой достаточно прикольный нежный сливочный вкус и сливочное масло только его дополняет небольшой шматок много не нужно буквально вот на холодную сковородку и сейчас сразу будем засыпать грибы потому что сливочное масло может начать гореть и сразу сюда же добавляем грибочки да получилось совсем немного сейчас будем добавлять строчками но в целом уже на тарелочку есть ну и пришло время добавить немного строчков строчки возились у меня подольше потому что объемом были побольше ну я думаю вот так и вот так я думаю будет вполне достаточно просто для сорти для общего объема мы все минут я думаю 15 или меня просто потушится небольшом огне в сливочном масле собственном соку но потом будем добавлять сметану зеленый укроп в самом конце и уже прямо перед отключением сковороды я добавлю плавленый сыр но вот принципе все добавил сметаны минут наверное пять потушились они меня на самом-самом маленьком огоньке в сметане чтобы она не отсеклась потом добавил зеленый укроп и сейчас добавляю просто вот треугольник плавленого сыра можно обычный можно с грибным вкусом как у меня вот сейчас просто сейчас замешиваем он растворяется и получается такой сливочно сырный соус я раньше делал с простым сыром то есть ну обычный сыр да натирал на терке посыпал и размешивал его в соус но с плавленым оказалось намного вкуснее он дает именно сливочность так что замешиваем и в принципе все но теперь точно все сыр я растворил замешал соус получилась такая вот ну как бы налипшая субстанция на грибы которая дает ему скользкость приятную когда ты их ешь сочность и конечно вкус сливок из плавленого сыра все сейчас они немножко постоят еще подостынут пропитаются вкусами чтобы стали еще лучше и можно будет пробовать сразу горячие есть не советую потому что вкус совсем не тот лучше дать им немножко остыть и обменяться вкусами со сыром и укропом которые добавляли самом конце обязательно самом конце потому что иначе мы потеряем сливочность из сыра и но весь вкус из укропа все всем приятного аппетита и всем удачных грибалок